О, мне дали голос! Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз! Паша, спасибо большое! Пока у нас готовится следующий выступающий, я хочу обратить ваше внимание на нашу сцену. Она необычная сегодня, на ней висят журавлики. Последние четыре года были какими-то очень непростыми для нас всех, и мы решили отразить надежду на то, что все, наверное, будет как-то хорошо в какой-то момент, декорации нашей сцены. И также посвятить ее человеку, который эту сцену строил много лет и ушел несколько месяцев назад из жизни. Поэтому вот такая вот сцена. Раз, раз, раз. А я бы тоже ушла после Паши, потому что я совершенно не представляю, как стоять после него на сцене. Все будет хорошо. Вот так вот здесь красиво ходуном. И поэтому мы этот концерт, субботний концерт, который мы начинаем через минуту-две, спасибо, через минуту-две мы начинаем субботний концерт, который мы назвали «Маленькое счастье». Что это за такое «Маленькое счастье»? Это то, что есть в нашей жизни, что помогает нам при всех бедах, трагедиях, геополитических ситуациях все-таки как-то жить и радоваться хоть чему-то. А вот наши замечательные исполнители, авторы сегодня вам расскажут о своем «Маленьком счастье». «Заходите, занимайте места». Происходит рокировка, кто-то уходит, кто-то приходит. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, как много здесь свиста, треска и все такое. Можно убрать? Нельзя? А, у нас вообще очень интересная ситуация. Звукорежиссер с нами на сцене, он басист. Поэтому как будет звучать мой голос. Очень интересно. Меня зовут Марина Саркисова. Мне... А я расскажу. Да, я знаю, что ты расскажешь. Но я должна как-то заполнять... А ты можешь рассказать, кто с тобой будет сегодня выступать? А вот, конечно. А вот, конечно. А если можно... О, да, чуть-чуть свиста убрать из моего голоса. Да. Со мной будет выступать... Вот, когда будет... Вот, Дима Грановский, бас-гитара. Если он ее найдет, и если вопрямо подключится, и если уберет песок из моего голоса, который слева от меня, замечательный парень, которого нашли вчера на поляне, джимили ровно полтора часа. Да, Илюша, мы тебя в капусте нашли. Кительман Илья и Олег Чаусовский. Я никак не выучу его фамилию. Вот он к вам... В общем, он к вам спиной. А я Марина Саркисова. Я сегодня буду петь свои песни, и будет целых две. Что вообще меня радует. Можно пойти послушать. Вот Марина на маленькое счастье заключается в том, что она стала полноценным автором. Правильно, Марина? Вот академичность смотрит человек на процесс. Я жду, где я могу вставиться. Ну я не могу, слушай, я стою на сцене. Ну мне хочется тебя похвалить. Это же здорово. Это очень круто. А вдруг тебе не понравится? Вот лично тебе. Ну я тебе скажу потом. Поцелуй потом. Если так хочешь. Дорогие зрители, проходите в зал, потому что зал закроется, двери закроются, входить и выходить будет нельзя после начала. Даже комар не сунет носа. Вот так вот. Как вам вообще отдыхается? Вообще, да? Отдыхается? Вот. Только двое отреагировали, остальные уже в обмороке. Люди, вы живы, нет? А? Голос подайте. Синий троллейбус. Но ничего, слабенько, слабенько. Да, я хочу сказать, что открылась книжная лавка. Это означает, да, она находится прямо противоположно от сцены под этой палаткой. Там вот возгласы дают люди, которые хотят, чтобы к ним пришли. Посмотрели и приобрели диски, книжки и другие всякие артефакты наших гостей, которые к нам сейчас приехали, и не только их. Это уникальная возможность приобрести и подписать у гостя, который у нас на сайте. Кстати, очень круто. Ну как, у нас дела? Короче говоря, песню я пишу с февраля месяца, как раз вот с событий всяких разных, неприятных. Первая песня, как у нас не вспомнил. Субка нет, и клофон. Сюда, пожалуйста. По-прежнему нет, он только красиво сидит. И красиво, загадочно улыбается. Джаконда наша. Никакого выбора. Можешь сплясать. Если он у тебя все равно не работает. Что там? Как там? Как там жизнь? Парабать, парабать. Вы что-нибудь слышите? Вот это. А остальные? Остальные устали. Вот только думаю, рабочек. Так, ну все, нет. Нет, не все. Ну что, он у нас будет украшением сцены, как олимпийский мишка. Вот меня все спрашивают, а где Тася Саркисова? Я отвечаю всем. Тася Саркисова не приехала, но она вас очень любит, передавала горячий привет фестивалю. И эта сцена помнит ее вот такусенькой, маленькой, скромненькой девочкой, которая пела с родителями. Ну и потом уже постарше, уже и без родителей. Хорошо иметь находчивого звукорежиссера в качестве басиста. Вообще, музыканты проявляют чудеса выносливости. Дима вообще не спит. Не ест. Он только крутит ручки. Он у нас на звуке нон-стоп. По-моему, хорошо. А я бы хотела сделать объявление. Доктор Полина Черняк, который находится на этом слете. Если кто-нибудь знает этого человека, у нас ее кредитная карточка. Я уже купила себе сумочку Гучи. Новый пульт мы приобрели. Ох, как раз точно. Вот, спасибо, Ива. Вы знаете? Щита пусть оплатят, пожалуйста. Точно знаете? Ну, мы отдали, конечно. Смотри-ка, все тоже побежали. Все хотят Гучи. Мам, нам отдай, нам. Ну, как дела? А, дорогие друзья, на сцене Марина Саркисова и бэнд подготовится Евгению Бельтикову. Мы с Женей ходим такой приятной гусеницей. Все время, все время. Он важнее. Так, первая песня называется «Храм». Я видел древний храм, вела туда дорога, без шухов камней и болот, в нескошенной траве. Раила, смешкова, и спокой немного паломников в него дошло за сотни лет. Там старое крыльцо рассохлось и распалось от северных ветров, что каждую весну стучатся в дверь его, и снегом бьют и таных паломничество. Вот там повредила струк. Я мыл у алтаря в старинном этом храме, Там некому служить Уже давным-давно. И в узеньком окне В качающейся раме Висело на ветре Осинное гнездо. Я приклонил главу, Прикрыл глаза и слыша, Что я тут не один. Сказал в себе самон, Я в клаве жить хочу, Ведь и меня, Всевышний, Я понял этот смес, Я знаю, что смогу. И я услышал глас, Он кротко и негромко Сказал мне, Ты сам себе, Господь. Неси свой свет свети, Иди своей дорогой Твори через себя И веру, и любовь. Субтитры сделал DimaTorzok Все вторило ему, и радостно, и ломко, Закатный солнца луч сквозь дверь лег к ногам. Я сам и вышел вон, ведь длинная дорога Селилась предо мной в оранжевых лучах. Я сам и вышел вон, ведь длинная дорога Селилась предо мной в оранжевых лучах Селилась предо мной в оранжевых лучах Поздний час покой и тьма у входных дверей, Сторожем стоит луна, не найдет ключей. Робко топчется и ждет, может выйдет кто, Звездное пальто на ней, лучный платок Грустно смотрит, шепчет сны, баю-баю-бай Засыпай скорее ты, глазки закрывай Завтра новым будет мир в жизни не во сне И не будет больше битв моря на земле Будет ласковым рассвет и счастливым день На твоей щеке окно оставляет день Перекрестим осенит лунный свет тебя И накрою боль обито телом я Завтра будет небо, холст, чист без облаков Вот тебе моя рука, засыпай легко ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Еле-еле дыша, еле-еле заметно Наклонюсь и на ушко Елизавета, доброе утро Мой яркий луч света Проснется с рассветом Взгляд теплее, чем лето Обнимаю тебя и желаю дурманно Раствориться в прибое любви океана Ты пронизана тонкими нитями ласки Элиза, богиня, нежные краски Солнце в глазах ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мелодично ложится на струны Поэта чудное имя Елизавета Еле-еле дыша, еле-еле заметно Я вторю твое имя Елизавета 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 Маленькое счастье Маленькое счастье Маленькое вырастает в большое Я не могу понять Как люди могут убивать Забыв о Боге И любви О детях крик души Взывает Не твой дне И на земле Не будет слез Не будет гроз И тучи неба не затмят В миру планет Планета мира И это ты Моя земля Моя земля Хиба твоя земля Примусить помирати За царя Забывши волю Власне я И правду Подивіться На параді Армія В рядах В рядах Якої Ти лишь Говинти Боже Вільно И мечты У перехрестов У лохни У перехрестов Де голос истини Гукає Ні війні І до землі Ані слези Ані грози І в небогомості Кружля В світах планет Планета світла І то я ти Моя земля 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 Моя зубня. Евгений Бертиков, спасибо, Женя. На сцену приглашаются Татьяна Власова. А подготовится Леонид Новиков и Александр Годин. Таня сама расскажет о своих маленьких счастьях, но мне кажется, что это что-то о любви. Да. Добрый вечер. Да, совершенно правильно Ирина сказала, что она-то знает названием песен. Да, такое настроение, вот, хочется любви и нежности, и петь об этом. А счастье, ну, любовь это счастье, и маленькое, и большое. А две песни на стихи Дмитрия Строцева. Первая Елены Фроловой, вторая моя. Любовь не угол, любовь не круг, Любовь — это шар. Приходит подруга, приходит друг, Это как пожелает душа. Не просто спрятать, нельзя украсть, Нелегко удержать. Она не растрата, она не страсть, Ею можно просто дышать, Просто дышать, просто дышать. Пьянящий запах и сильный ток, И магнитный дым. Любовь на запад, любовь на восток, Если хочешь быть молодым. Никто не словит в глухой тюрьме От голосок живой. Она не в слове, она не в уме, Она движется рядом с тобой. Рядом с тобой, рядом с тобой Открытые двери, Простое небо и ясный свет Я в полной мере нигде еще не был. В полной мере меня еще нет, Меня еще нет, меня еще нет. Любовь не угол, любовь не круг, Любовь — это шар. Приходит подруга, приходит друг, Это как пожелает душа. Не просто спрятать, нельзя украсть, Нелегко удержать. Она не растрата, она не страсть, Ею можно просто дышать, 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 дышать. Дождь во мне, он идет, как идет, Я остался без крыши с утра. И теперь все равно, что вовне, Что во мне, или как там еще, Или сам я не тот, за кого, Или вышел с утра из себя. И теперь целый дождь напролёт жалко, Нет только капли вина. Может быть, из высокой страны Приплывет величавый грузин, И в горда не посадит лозу, Я бы лучшего не пожелал. Жалко нет головы у меня, Головы у меня, головы у меня. Может, вырастет после дождя. Спасибо. Спасибо, Таня. Спасибо фестивалю. До встречи. Большое спасибо. На сцену приглашаются Леонид Новиков и Александр Годи. Подготовятся к дуэту «Белый рояль». А Леонид Александр расскажет нам о том счастье, которое у них есть, что невзирая на расстояния географические, они все-таки иногда встречаются и могут вот так вот выступать вдвоем, пока они это привыкли делать уже очень-очень много лет. Кстати, сколько? Сколько лет вы пойти вместе? Считали? Сколько лет вы пойти вместе, когда у вас включены микрофоны? Да, интересно. Замечательно. Добрый вечер. Извините за такую небольшую техническую паузу. Да, мы с Сашей поем 27 лет, и последние полгода мы с ним поем дистанционно. Как бы я больше любил петь в душе. Саша во Флориде в это время поет. Но нам удалось встретиться здесь, и уже что из этого получится, как бы не в защите. Вот так. Мы поняли по названию концерта, что это должен быть мой счастливый день. Мы решили, что песни должны быть оптимистические. Как бы мы хотим поделиться вот нашим счастьем. Споем две песни наших любимых авторов. Ну, первая песня будет представлена, собственно, в самой песне. А про вторую я расскажу потом. Леонид Павлович Симаков Любовь, 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 то крылья, то ириди, То слезы, целья, то капала, то честь. Любой, любой, любой из всех земных религий, Религию любви не смог не предпочесть. Любят короли и махари, фавориток и бортоних. Любят и в шелках, и в бархате, А еще ниже не без них. Любят мельники, шорники, Любят всяческих любых. Любят беленьких и черненьких, Любят даже голубых. Любовь, любовь, то крылья, то ириди, То слезы, целья, ри, То капала, то честь. Любой, любой, любой из всех земных религий, Религию любви не смог не предпочесть. Нам из-за любовной грамоты Долбали о лиду урок, Всем известна участь, Мамонта он любовью пренебрег. Без любви давно померкло бы Все живое на земле. Не скудей любви, энергия, Всех энергий будь сильней. Любовь, любовь, то крылья, то ириди, То слезы, целья, целья, То капала, то честь. Любой, 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 любой из всех земных религий, Религию любви не смог не предпочесть. Религию любви не смог не предпочесть. Спасибо большое. Чуть-чуть Сашу на гитару в мониторах меньше. Просто она так бухает, что мы даже не слышим себя. Сейчас я подниму. Еще поменьше. О, замечательно. Вторая песня, мы ее очень любим. Это Александр Иванов, Человек, которого справедливо называют Дунаевским в авторской песне. Потрясающие гармонии, Замечательные стихи. Мы очень любим этого автора и с удовольствием поем вот эту песню. Сейчас сюда что-то свистит и теперь моей гитары очень много здесь. Да, обе гитары. Вот нет, вон ничего. Моей очень много в мониторе. В мониторе, я не знаю, как в зале, в мониторе очень много. А кто-то свистит. Это, видно, заработал еще один. О, раз, раз, два, три. Нет, свистит, подсвистывает мой микрофон. Может быть, в мониторе можно чуть-чуть убрать микрофоны. Монитор, раз, два, три. О, нет, не О. Раз, два, три. Раз, раз. Убираем в мониторе мой микрофон. Меньше, 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 меньше. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, семь. Много очень. Раз. Сто. Нет, на сто не выдерживает. Девяносто девять. Раз. О. Нет, не О. Два. Раз, два. Раз, четыре, три. Да, это просто в мониторах очень много. Можно просто мониторы присадить чуть-чуть, если есть выход. Пожалуйста. Я понимаю, что необычный пульт, и это сложно. Раз. 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 Ой, мама дорогая. Сто. Сейчас, сейчас, у меня смысл. Микрофону можешь попробовать. Если нет, он сделает чуть-чуть. Чуть-чуть уберем. Еем, да. Отлично. И вот здесь, и здесь. Раз. О. Меньше заводится. Сейчас вот этот приберем. Чуть-чуть. Раз. Ну, ладно, получше. В зале остались мы. Нас еще видно. Ну, замечательно. Поехали. Слушай, милый друг, ведь мы не фаталисты. Так почему же временами точно знаем мы, что нам не повезет? Посмотри вокруг по-прежнему лучисто, чисто. Над тобой мной сияет небо свод. Это все напрасные приводи. Знали мы, и худшие года. Лучше потанцуем на дороге, Что ведет неведомо куда. Нам еще не жаль, разлуки мы с радичной, Еще любовь длиннее жизни, Но уже в плену фатальности одной. Радость и печаль соседствуют беспечно, Вечно тенью и крылом счастья за спиной. Значит, мы пожертвуем не мной, Потеряв при этом каблуки. Значит, потанцуем на дороге, Будущим печалям вопреки. Будущим печалям вопреки. Будущим печалям вопреки. Большое спасибо. А на сцену приглашается дуэт «Белый рояль» Татьяна Дрейзис и Михаилов Сищер. Наши дорогие гости из Канады. Их маленькое счастье – это воспоминания о том, Когда они были маленькими, Было так здорово быть малышами, А теперь у них есть свои маленькие малыши, Которые тоже приносят маленькое счастье. Вот об этом сегодня Татьяна и Миша нам расскажут В двух песнях, которые написал Миша. А подготовиться Екатерине Лаврентьевой. Так, раз, раз. Раз. А? Есть? Очень. Ну, есть или нет? Да, вот он есть. Слышите? Так, а гитарка? Есть, да? Из голосового можно высоких немножко убрать? Очень, очень шелест такой сильный. В общем, на наш, на наш стороне взгляд, Маленькое счастье с человеком, с нашей сединой, Случается два раза в жизни. Один раз, когда ты сам маленький и рядом находятся твои Родители, которые тебя любят и заботятся. А второй раз, когда появляются внуки, когда рядом с тобой Есть кто-то, снова кто-то маленький, и ты поменялся своими родителями, Или там, бабушками и дедушками. Вот об этом две песни. Именно в таком порядке. Первая песня – это посвящение моему отцу. Далеко, далеко за морем Стоит там большая стена. В стене той заветной дверцы, За дверцей большая сторона. Так в детстве отец пел мне на ночь, Когда не хотел я уснуть, Не зная, что тем обозначил Далекий и правильный путь. А песня из старого фильма Про кукол и ключ золотой Мне стала заветом фамильным, Ему была только мечта. Песенка к финофильму «Золотой ключик» 1939 года. Милый друг, Распахни же ресницы, Милый друг, И однажды, однажды, Конечно случится, Что когда-то приснилось тебе… И однажды, однажды, Конечно случится, Что когда-то приснилось тебе… В этот день ты почувствуешь сердце, Вольный ветер пьянит без вина. И вот-вот распахнется волшебная дверца, За которой большая страна. И вот-вот распахнется волшебная дверца, За которой большая страна. В той стране неумолчные птицы, В той стране ожидания весны. Почему лишь во сне я могу очутиться В том краю, где сбываются сны? Почему лишь во сне я могу очутиться В том краю, где сбываются сны? В том краю, где сбываются сны. Что досталось от предков, мой маленький внук? Это пара шипящих, рычащих, никогда о себе не молчащих. За твоей спиной сто партняжек стоят, овладевших искусством кройки шитья, и причастных к высокой науке сшить прилично сидящие брюки. Есть один инженер, есть один программист, есть строители, химик, учитель, флорист нашей судьбы, ошибки, уроки, все влились в твою жизнь, как притоки. Значит, этой реке продолжать звонкий бег. Мы твоими глазами глядим в этот век, мы живем в твоих песен звучание, ты расслышишь нас даже в молчании. Песенка называется «Мой маленький принц». Освящение внуку. Ложишься за полночь, дела и странных приснится, и ощущение цветка, зажатого в руке. Как бы он побывал в гостях у маленького принца, его планету навестил в далеком далеке. Там все, как много лет назад, спит в ящике барашек, и роза красная цветет, и бабов нет. И полок млечного пути, и маленький фонарщик, он добрый вечер говорит, когда затеплит свет. А в небе светится земля, огромная планета, который очень повезло с серьезными людьми. Они ведут подсчет всему, чему еще-то нету, но нету времени у них поговорить с детьми. И я проснулся от того, что стало очень страшно, как через бездну светлый путь найти ему по пять. Оставить маленький свой дом и розу, и барашка, и научиться над землей, как мы с тобой летать. А на сцену приглашается еще наша одна гостья из Канады, Екатерина Лаврентьева. Но только Катя из французской части Канады, поэтому она нам расскажет о маленьком счастье. На французском языке, я так поняла. Подготовиться, пожалуйста, Александру Щербине, который не из Канады. Если включить микрофон, да, будет еще лучше. Добрый вечер. Я из Квебека, из провинции Квебек. И в Квебеке есть легендарная песня под названием «Маленькое счастье» «Любти бовер». Поэтому вот ее бы я и хотела вам рассказать сегодня с началом. Ее перевод сделала некоторое время назад по моей просьбе Гулия Архитекторова из Пустона. Написал ее Феликс Виккер, легендарный Квебекский бар. Не слышно? Ну, голос не слышно? Ну, хорошо. Это легендарная песня, которая в Квебеке, которая называется «Любти бонер» «Маленькое счастье». Написал ее Феликс Викляр. Перевод сделала Юлия Архитекторова из города Бостона. По моей просьбе. Перевод сделала Юлия Архитекторова из города Бостона. Я не буду ставить последний рост, Но я рада тебе, я вам покажу. Я говорю, господи, я вас прошу, Продолжайте мне мытью муны и вот я. В течение дня подошли. От дома в двух шагах Его я подобрал, Когда он весь в слезах Мне в спину прарыдал. Прохожий, погоди! Услышь меня, постой! Прошу, не проходи! Возьми меня с собой, меня забыли, бросили, мне плохо, я не вру, без помощи твоей я обязательно умру. Я в норке самой маленькой спокойно умещусь, я правда буду паинькой, чем хочешь поклянусь. За пазуху его я сунул и пошел, не бойся ничего, все будет хорошо, мой слабенький дружок. Загрелся и воспрял, и слабый голосок бодрее засвучал. Прощай моим страданиям, прощай, тоскай, грусть, я им донес свидания, сказать не побоюсь. Хандра ли, непогода ли, победили друзья, со мною лучик счастья и в порядке полном я. Он жизнь преобразил мою, как я не ждал, от счастья я варил и счастье излучал. Я песенку о нас счастливый напевал, а лучик вот те раз мне ручкой помахал. И как я не молил его, как не увещевал, как сердцем я разбитым перед ним не вотрясал. Задравший носик маленький, бездушный мой кумир, сбежал из тесной спаленки в большой светлый мир. Я думал, жизнь моя закончилась тогда, когда вокруг меня сгустилась темнота. Пытаясь позабыть все то, что не забыл, себя еще пожить, я все уже убедил. Я с песнями печальными хожу по городам, в глазах порой отчаянье встречая тут и там. А если лучик счастья, кто пошлет, как на беду, слепым прикинусь и пройду, прикинусь и пройду и вам рекомендую. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. А вторая песня французского автора Шарль Труйне в переводе Ирины Олиховой. Называется она «Радость есть». Шарль Труйне писал свои песни белых накануне Второй мировой войны, во время ее. И у него большинство песен очень радостные. То есть он выступал с этими радостными песнями и помогал людям пережить все, что происходило. Меня вдохновил этот его пример. И она о счастье, о том, что мы можем каждый день что-нибудь для этого сделать. И я скажу, что, по моему мнению, очень много о счастье знают волонтеры, помогающие Украине. Радость есть. Что приближается весна, радость есть, везде радость есть. Вновь и вновь душа смеется и боет, то любовь, как я узнал ее Бог весь, то любовь. И сердце просится в полет, радость есть, везде радость есть. Вот пекарь в муке весь и весел на вид, по мышкам у нас он угостит вас сейчас. А вот почтальон, он как ангел летит, без лишних лопатов письма Богу несет. Вот чудо отъехав с платформы Жавель, вдруг поезд метро покидает туннель. Ветры песен, видать, опьянят, и к лесу бежит, без шавашин и снял. Радость есть. Хохочет Эйфелева башня и прыг, вмиг через сену прямиком и кричит, Что я стою, как верный страж, удивлю вас лучше прыжком. Радость есть. И финанс-спектор щуря глаз говорит, нам, улыбаясь, как родной, брать налог. Я с вас не буду в этот раз уносить эти деньги домой. Но вот я проснулся в постели своей, и серое небо глядит все грустней. Поднялся, упылся, заправил кровать. А если запел, то только чтоб не молчать, И все-таки сон тот мне на душу лег. Ведь песня сложилась, такой вот итог. Песня, песня, на певле любви. А юна, мой вечер, парни не крови. И от ле шоу, бонжоу, бонжоу, без ирандэ. И от ле шоу, да ле сьел парни, су ле тварь. И от ле шоу, и до солей, да ле руэль. И от ле шоу, парту, и от ле шоу. И от ле шоу, бонжоу, бонжоу, без ирандэ. Большое спасибо, Катя. А на сцену приглашается Александр Щербина. И сегодня он нам расскажет о своем счастье. Это его новая программа. Моя эмигрантская лирика. И вот о ней он нам сейчас расскажет, своих песен. Подготовиться, пожалуйста, людям севера. Еще раз добрый вечер. Мое маленькое счастье. Знаете, когда еще два года назад я здесь оказался, какое-то такое ощущение замороженности, заторможенности, какого-то такого онемения было. Мое маленькое счастье, по крайней мере, одно из них, то, что год спустя у меня снова начало писаться. И это действительно такое маленькое мое, что снова я мог разговаривать, нашел слова какие-то. какие-то ноты для того, чтобы высказывать и продолжать общаться с миром. Это такое очень маленькое и очень личное счастье. А это маленькое счастье постепенно иногда становится большим, когда то, что ты делаешь для себя, это мне помогает прежде всего все это в себе переваривать. Оказывается, нужно еще кому-то, кому-то еще. И вот это маленькое счастье становится иногда большим счастьем. Особенно, когда люди чувствуют, так же, как ты, находят в твоих словах какие-то отражения своих эмоций. Две совершенно новые песни абсолютно. Обе на букву А. Брошено было семя, с трудом прижилось, взошло не в пору. Спрошено было камо, грядешь и слышалось камон, камон. Сказано было, аз есть в царе храмы, ашрамы Тора. Вышло же брат на брат, аз за око, око за камнем камень. Глянешь налево, праздник направо, казни повсюду шабашь. Что не упырь, валдырь, помадырь, с горы так на тром помазан. Сказано было, городом, садом, разом, спинка на кнута не станешь. Разве что городом, городом Сарамаза. Прочерк бумажной стужи, любви натужной, тоски стерлозной. В топку охапки, писем, стихов и тропов, октавы, терции. Бродит мое сиротство в чужих потемках с паленой розой. Ищет, куда пристроить свое живое в ожогах сердце. Светит мятежным светом, горит и грезит, грозит облавой. С риском опричной саблей, казацкой плети, по травой года. Печень клюет, не рухнув по пьяне, с дубу пернатой, мутант в углавой. И когда клюет, так загянет. Гой, гой, да не вечер, гой, да. Брошено было семя, тут зима, ни конца, ни края. Сколько еще осталось чернил февральских достать и плакать. Завтра была война, послезавтра снова и не моргая. Это ли баба в детстве в свечом пугала меня с плаката? Прятаться не в денисе в стумане, день холоднее, чем скальпель. Каяться поздно, мир не спасти, молитвы псалмом, камланием. Око за око, но если ты здесь все еще брат, Мне по крови одержась, помилуй меня, бровь. Брось меня первым камень. Око за око, но если ты здесь, я не знаю. родной, потому что это первая песня через два года, которую я написал об эмиграции. А радует она меня, потому что она ироничная. А когда ты уже о своей эмиграции пишешь иронично, значит, уже что-то в тебе сдвинулось. Говорил один персонаж, на всем известный лёд, тронулся. Господа. Снова она, Ариадна. Крутится, вертится, стелится шалами, рельсами, рельсами, шпалами, шпалами. Классика, жанр, вокзал, чемодан, айда. Поезд выхляет, аж пареный клячь и ударом счастливый билет, не выклянчивый чай. Не один тут живайся, играя в города. Дай проводнице на чай, постельный дань, небольшая выгода, сдельная. В этой мистерии чай — это больше, чем чай, больше, чем всё, что забудешь отчаянно. Так начинается тема прощания с криво подобранной лифмой. На слове «Прости, прощай». Дальше без чая гудок зашлакал, Мам машем в окно с дешним флором и фауном. Здравствуй, случайно, и что-то, а вот он и я. Ты ведь не ждала меня, не надеялась, Что ж, не зевай, доставай свою ведомость. Штампы, багажные, бирки, налог на коня. Кто на коне, тот не сразу угробится. Нет тех колдобин, что не расколдобятся. Новое место под солнцем скачи не хочу. Знаю, не хочешь, но стерпится, слюбится. Нет таких войн, что не перевоются. Время не лечит, но лечится. Честь и оса наворачиваю. Речь о диагнозе, что-то фанерное, Сядь и записывай правила, первая стрелка, Где север, где юг, дальше как-нибудь сам. Сам себе остров, сам себе хижина, Сам Робинзон себе, сам себе книжная, Повесть, роман, эпопея, фейсбук, инстаграм. Драма, не строй глаза, не закатывай рядом, Не стоя заколдованной статуей. Драма, не драма, когда мне ни лажи, ни лжи. Тоже, но в профиль чеканно-монетная, Лесь ненаглядная, чушь несусветная. От мили-мили промилле, слюнули же миражи. Так, как очуешь героем неузнанным, Пьешь, как верблюд, волочишься за музыкой, Входишь без стука, выходишь по слуху в окно. Музы, как бывшие шлют, тебе спам в ночи, До звезды, да и звездам, до лампочки. Знай себе, падают, знай себе, падают В кадре, но чем ни кино. Пялишься в небо, глядишь, а задача, На что ни сложилось, все сбудется на черно, Надо бы на белом флаг тебе в руки, и стой. Звезды молчат, и сказать-то им нечего. Путь дворасплывчатый, млечь не млечного. Небо чужое дым, тоже не то, чтобы свой. Душа и шут с ним, и с ним, и с терпением, Новый маршрут через тернии к терниям, Перечень лодца и карцы картонной кормой. С кармой не спорь, не дразни, не накаркивай, Знай, умиляйся кальмором и кракеном, Бравь, куда правишь, раз знаешь, что правишь домой. Что там моя тетя в тумане, туманностей, Сладкой до дрожи, знакомой до странности, Шепота, шорохи, всплеск на короткой волне. Той, что несла, несла, да не вынесла нить, Ариадны запуталась в вымыслах, Вышла, как вышла и вышла, по нынешним меркам вполне. Вышла, как вышла, как видишь, не ей и не мне, Но вышла и вышла навстречу в последней главе. Спасибо. Спасибо, Саша. На сцену приглашается квартет «Люди севера». Но пока они поднимаются, я вам скажу, кто эти люди. Юлия Облаева, Елена Самешева, Андрей Кузнецов и Игорь Белый. Ребята сами расскажут, почему они выбрали те песни, которые они споют, О каком таком маленьком счастье для них говорят эти песни. А подготовиться в следующем, Это будет заключительное выступление субботнего концерта, В следующем подготовится Александр Дов с полчасовой программой. И если вы еще не забыли, То это будет песня Веры Евушкиной на стихи Давида Самойлова «Сказка». Мальчик строил лодку и построил лодку, И поплыл в моречке. Давайте еще раз попробуем. Ребята, что ли? Гитара. Я буду кожу. Очень сильно будит какая-то гитара. Честно. Ребята, смотри. Да, и меня можно чуть погромче? Меня, говоря, слышно совсем плохо. Я могу стать вплотную к гарафону, Вот она, как я тут тоже слышно будет. Хорошо. Давайте еще раз. Может быть, еще раз не будет? Еще одного подпросить. Рассказать сказку. Непростая задача. Хорошо. Поехали еще раз. Мы поехали. Мальчик строил лодку и построил лодку, И поплыл по речке в тихую погодку. Лодка острым носом воду бороздила, Облако дорогу ей загородило. Облако. Мальчик въехал в облако, белое, пустое, А за первым облаком облако второе. Облако пуховое, облако и снега, А за третьим облаком начиналось небо. Мальчик плыл не речкой, Мальчик плыл по млеченому, По небу проточному сторону восточную. Мальчик плыл по звездам, По месяцу тянулся, Покатался по небу И домой вернулся. Хорошо, мы попробуем спеть немножко попроще. Это песенка о том, что счастье есть. В общем, про одного старого короля. Король его величества Вспросил ее величества, Чтобы ее величество Спросило у молошницы, Нельзя доставить масло на завтрак королю. Нельзя доставить масло на завтрак королю. Приворная молошница сказала, Разумеется, схожу, скажу к корове, Покуда я не сплю. Приворная молошница пошла к своей корове, И говорит корове, лежащей на полу, Велели их величества, Известное количество, А сборнейшего масла Доставить к их столу. Отборнейшего масла доставить к их столу. Приворная корова ответила с красонья, М-м-м... Скажите их величеством, Что нынче очень многие, Другногие безрогие Предпочитают Мармелад, Ордаш, Пастилу. Король Его Величества, наверное, будет рад. Дочь же королева пошла к Его Величеству, И как бы между прочим сказала, нет, папа. Ах да, мой друг, по поводу обещанного масла, Хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король воскликнул глупости, король сказал, о боже мой, Король вдохнул, о господи, и снова лев кровать. Никто, никто сказал, никто меня на свете не называл каприз. Просил я только масло назад мне подать. На это королева сказала, ну конечно, И тут же приказала молошницу позвать. Придворная молошница сказала, ну конечно, И тут же побежала в корове хлеб опять. Придворная корова сказала, в чем же дело, Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молоко для каши, И сливочного масла могу вам дожидать. Придворная молошница сказала, благодарствую, И масло на подносе послала короля. Король воскликнул, масло, отличнейшее масло, Прекраснейшее масло, я так его люблю. Никто, никто, сказал он, и вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, нам или в руки мыло. Никто, никто, сказал он, свежая по пирилам. Никто не скажет мне, что я тиран и сумасброд, За то, что в завтраку люблю хороший бутерброд. Большое спасибо, мы просто замечаем. Спасибо всем. Это, конечно, была песня Сергея Никитина На стихе Александра Милна в переводе Маршака. А не то, что вы подумали. И вы немножко похулиганили. Замечательно похулиганили наши звуки, И похулиганили, и вы похулиганили.